Сегодня в национальный день донора мы встречаем гостей по теме очень важных Валерий и Марина Гусева на студии. Доброе утро! Мы пригласили Валера, потому что он занимается активной популяризацией темы донорства. Он делал исследования знаний школьников об этом донорстве. Несмотря на свой возраст. Да, проводит разные уроки на эту тему в своей школе и в конкурсе рисунков, и даже снимает про это мультфильмы. Нам интересно, естественно, с чего все началось, и почему Валерия начал интересоваться именно этим? Почему не роботостроение? Почему ты так этим интересуешься? Где ты услышал об этом? Какая-то история тебя вдохновила? Да, я посмотрел сериал «Адам бортит все», и в одной из серий рассказывали, что люди после больших трагедий сразу начинали сдавать кровь, но крови уже хватало, а вот эта кровь, которая... Которую уже сдали, и которая осталась, да? Или избытки, которые... Их просто она портилась, и... И её... Выливали? Да, ну, просто выливали, действительно. И поэтому, что для того, чтобы спасти больше людей, что нужно делать? Ну, нужно, чтобы люди сдавали кровь постоянно, ну, не после очень больших трагедий, а вот постоянно, потому что есть люди, у которых... И без трагедий есть проблемы с этим. Ты прав, интересно. Честно говоря, мы думали много разных версий, почему ты заинтересовался этим. Может быть, какие-то там друзья, что-то ещё на сериал, да? И после этого запрещают детям смотреть YouTube, да? То есть есть нормальные сериалы, оказывается? Да, это действительно очень интересный сериал, который разрушает некие стереотипы, вот. Ну, в другом свете показывают некоторые вещи, и вот одна из серий действительно была про донорство, и... То есть это даже одна из серий? Да, одна простая из серий, да. А, то есть они... этот сериал, он... серии не связаны, да? Не связаны. Это какие-то отдельные истории, да? Как ещё раз называется? Адам портит всё. Саша, посмотрит. Рекомендую, да. И на самом деле удивительно, что после одной серии ты сделала это буквально своей миссией. Посмотри, как много ты делаешь. И мастер-классы, ну, и всякие уроки в школе, и исследования, и... Конкурс рисунков. Конкурс рисунков, да. Фильмы. Когда ты всё это успеваешь. Ну... Ты в школе учишься ещё? В четвёртой классе, я у нас. Или ты всё, или ты уже занимаешься только этим? Да нет, я учусь. Чем ещё в свободное время занимаешься помимо донорства? Ну... Сериалы смотришь? Ну, а спортом занимаешься? Да. Каким спортом? Ну, джидо и плаванием. Ого. Ну, из уст человека, который ведёт правильный образ жизни, это звучит довольно убедительно, что донорство это полезно. Есть такой, наверное, для меня стереотип. Я представляю себя в четвёртом классе, что я прихожу в старшее звено о чём-то рассказывать. Я бы с ума сошла от страха. Как ты себя чувствуешь? Как к тебе старшеклассники относятся, когда ты приходишь с очень серьёзной темой? Они слушали меня. Потом я провёл опрос, и ребята за активное участие получили призы. Ну, леденцы в виде сердца. Боже, ты их сам где-то сделал или сам купил специально для этого? Ну, это мама помогла, конечно. Мама купила вот эти леденцы. Ну, а, соответственно, для того, чтобы ребята были на одной волне в движении, что каждый может поделиться частичкой себя, своего сердца, для того, чтобы поддержать кого-то, кому нужна помощь. А как вы понимаете, помогают эти уроки или не помогают? Они спрашивали, задавали тебе вопросы какие-то после твоей лекции? Да, задавали. Например, что... Ну, это тяжеловато сейчас собраться, вспомнить какие-то лекции, я его понимаю прекрасно. Дело в другом. Что... Как ты готовишься к этому? Какие-то источники используешь? Ты же всё-таки сам никогда не был донором, да, и всё, что у тебя есть, это, не знаю, интернет-ресурсы, да? Что именно ты рассказываешь? Из чего состоят твои уроки? Расскажи. Пример. Ну, так, в общих чертах. Ну, сначала я говорю, что, ну, проблемы донорства и как можно помочь после... Ну, про здоровый образ жизни, да? Да. Ну, что нужно заниматься своим здоровьем с юных лет. Ну, потому что доноры, они... Вообще, донор — это здоровый человек, потому что донором может быть, ну, только здоровым. Кому нужна больная кровь, это понятно. Ну, ограничений очень много. Кстати, вот я, да, взрослый человек, но когда Валера начала заниматься вот этим вопросом, для меня было открытием, что действительно, чтобы стать донором... Надо сдать, наверное, кучу анализов, провериться много-много раз. Да, да, то есть, получается, что очень много ограничений. Валера, помогает. Значит, ограничения какие? Возрастные, да? Возрастные, по весу, временные и абсолютные, да. А что значит, временные и абсолютные? Да, вот временные. Ну, временные, например, вот, если человек сделал татуировку или пирсинг, то донором он не может быть год. Целый год, представляете? После операции тоже целый год. А абсолютные — это что? Это если какой-то диагноз плохой, да? Да, если, например, что болеет туберкулезом. Какой-то список болезней попадает, да? Получается, что в нашем мире очень мало людей. Очень мало, да, 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 поэтому нужно рассказывать, нужно об этом говорить, не молчать, чтобы самых ранних лет, чтобы ребятишки уже задумывались и рассказывали про это. Валера, кто-то из твоей школы после твоих уроков заинтересовался, начал тебе помогать, как-то участвовать? Понятно, что твои одноклассники не могут тоже быть донорами, потому что они дети, как ты сам говоришь, возрастное ограничение, но чем-то они тебе помогают, что-то они уже начали делать. Ты видишь какой-то результат своей работы? Ну, вагон метро. Ну, да, сделали, украсили вагон метро. Это по твоей инициативе сделали? Ну, что вот конкурс рисунков я провел, после этого... И рисунки в метро теперь можно увидеть? Значит, смотрите, была такая интересная работа, это конкурс рисунков среди школы, среди гимназии номер 12, учеников среднего звена. Вот, потом эти рисунки были на выставке, где в центре крови, ко дню... Донора. Да, ко дню международного, да, 14 июня. И потом вот эти рисунки, они вошли в эскиз в оформление вагона к 80-летию образования Новосибирского центра крови. Здорово. В этом году, вот мы, кстати, всех поздравляем, и сотрудников центра крови, в особенности, да, и доноров. Валера, ты понимаешь, что не каждый взрослый сделал столько, сколько ты сделал? Да, а еще про мультфильмы. Скромно покачал головой. Про мультфильм давайте после рекламы. Да, давайте. Валерия и Марина Гусева у нас в гостях, и мы отмечаем с ним День донора. Валера очень активно популяризирует эту тему и в своей школе, и собирается даже выйти за ее пределы. Помимо уроков тематических со старшеклассниками и со своими одноклассниками... Конкурса рисунков. Да, еще, оказывается, Валер делает мультфильмы на эту тему и участвует в научно-практической конференции, и тоже по этой же теме. Расскажи об этом. Что за мультфильмы, что за герои? Какие сюжеты? Ну, я сделала мультфильм про мальчика и девочку. Они дружат, они из одного класса и дружат. Мальчик зовут Рома, а девочку Вера. Но вот с Верой случилась беда, и Рома решил навестить Веру. В больнице? Да, в больнице. А доктор сказала, что Вере может помочь только донорская кровь. Рома сразу же вызвался быть донором, но он не знал, что есть противопоказания. Доктор сказала, что... Что ему нельзя, да? Да, можно только с 18 лет. Так. И тогда он что сделал? Он не опустил руку, он начал говорить об этом. Попросил помощи у взрослых? Ну, начал... Провел конференцию, поговорил со взрослыми. Использовал интернет, да? Да. И нашел донора. И нашли донора, да? Да, и получается, что Рома своими добрыми делами помог... Спас Веру. И они дальше... А по поводу научной конференции, этот мультик был связан с... Частью конференции является? Ну, когда была конференция, он был частью. То есть это вот как раз работа, да? Одна из частичек вот этой большой работы, которую в течение двух лет Валера делал. Что кроме фильма ты еще принес на конференцию? Что... Как процесс... Перечислял, что ты делаешь уроки, да? Угу. Исследования, да. Вот какое исследование? Что за исследование? Расскажи, что ты исследовал. Я исследовал знания старшеклассников. Каким образом? Ты делал опросы? Ну, да. Анкетирование, правда? Анкетирование, да, проводил. И потом анализировал, сколько процентов понял, знает, сколько не знает. Ну и как? Каковы результаты твоего исследования? Ну, я расстарался, что вот ребята не знают о проблеме донорства. Они... Большинство. Большинство не знают, да. Они... Большинство не готово быть донорами в ближайшее время. Они боятся уколов, боятся, что там что-то случится с ними, хотя все вот просто и отлажено. Но это вполне естественная реакция, ведь правильно? Ты сам собираешься быть донором, когда пересечешь возрастную порогу? Ну, да. Если, конечно, не будет никаких там абсолютных противопоказаний у меня. Еще какие-то планы на будущее, пока вот тебе еще, так скажем, далеко до возрастного порога. Еще какие планы? Ты уже проводишь активную работу в школе, участвуешь в конференциях и делаешь мультфильмы. Что ты еще планируешь дальше делать? Да, я хочу еще в других школах рассказать о этой проблеме донорства, чтобы не только в моей школе ребята знали, но и в других. Тебе нужна какая-то помощь? Мы можем тебе помочь чем-то? Или ты просто возьмешь свою речь и пойдешь? Интернет тоже изобрели, чем мы поможем. Ну, было бы, конечно, здорово, чтобы Валера не оставался один, да? Конечно, у нас есть аудитория в Новосибирскую область. Давайте воспользуемся и предложим что-то ребятам. Чем тебе могут помочь? Скажи. И тебе помогут. Ребята могут помочь, ну, рассказывать другим, взрослым рассказывать, учителям, друзьям своим, чтобы люди знали об этом. Наверное, нужно создать общество, сообщество, да? Группу какую-то. В которой ты будешь, например, делиться уже своими наработками, своей информационной базой, которую ты используешь, которую ты нашел в интернете, теми программами, которыми ты делишься со своими старшеклассниками, и вот, и создашь своих послов мира, доноров. Да, было бы здорово, да, чтобы другие ребята также принимали участие вот в работе. Валера, мы желаем тебе удачи, ты делаешь прекрасное дело, и немногие взрослые сделали столько, сколько уже успел сделать ты. Не переставай верить в себя и продолжать то, чем ты сейчас занимаешься. Поздравляем тебя с Днем Донора. Хоть ты еще и ни разу им не был, но ты уже сделал большой вклад. Мама собой гордится, да ему тоже. Спасибо, что пришли.